Вопрос. Несколько лет назад я совершил паломничество, повторяя обряды за другим человеком. То есть я не знал все обряды паломничества и их порядок. Аллах наделил меня возможностью до паломничества совершить малое паломничество. Я помню, что мы совершили обход на последнем этаже. Я следовал за своей семьей и совершал обряды так, как они. И с самого начала я не понял, что мы начали обход. То есть я начал обход без понимания этого. В течение короткого периода времени я думал, что мы просто все еще идем в толпе людей. Влияет ли это на верность поклонения или это просто наущение? Ответ. Хвала Аллаху. Совершение обхода, ритуального бега или другого обряда паломничества не обусловлено наличием отдельного намерения. Для этого достаточно общего намерения, то есть намерения совершить большое паломничество, хадж или малое умра, при вхождении в яхрам. Джаля Люддина Суютой сказал. Для поклонений, которые содержат в себе действия, достаточно иметь намерение в начале. Нет необходимости в намерении для каждого отдельного действия. Достаточно основного, первого намерения, так как оно охватывает все части поклонения, как в омовении и в молитве. А также во время паломничества. И нет необходимости в соответствии с верным мнением отдельного намерения для обхода, для ритуального бега и для стояния. Шейх Мухаммад Аль-Амин Ащанкиты, да помилует его Всевышний Аллах, сказал. Знай, что очевидное и верное, если того пожелает Аллах, мнение ученых состоит в том, что обход не нуждается в отдельном намерении. Так как для него достаточно намерения совершить паломничество. Также и в отношении остальных деяний паломничества. Стояние на Арафате, ночевке в Муздалифе, ритуального бега, бросание камешков. Все они не нуждаются в намерении. Так как намерение совершить паломничество охватывает все действия сразу. Таково мнение большинства ученых. Доказательство этого мнения очевидно. Намерение совершить поклонение охватывает все части этого поклонения. Как не нуждается каждый поясной и земной поклон в молитве в отдельном намерении, так как все они включены в намерение совершить молитву, так и не нужны намерения для обрядов хаджа, так как намерение совершить паломничество включает всех их. Доказательством верности этого мнения является то, что если человек стоял на Арафе, забыв об этом поклонении, то его стояние будет верным. Таково единодушное мнение всех ученых, то есть «иджма», как это передал Ан-Навави. В противоположность этому верному, если пожелает Аллах мнению, есть два других мнения. Одно мнение его высказал Абу Али ибн Абихурейра из шафиитов, и оно гласит, что если обряд совершается отдельным действием, например, обход, ритуальный бег и метание камешков, то он нуждается в намерении. Если же обряд паломничества не является каким-либо определенным специальным действием, а всего лишь пребыванием в каком-то месте, например, стояние на Арафате, ночевка в Муздалифе, то он не нуждается в намерении. Второе мнение высказал Абу Исхак Аль-Маруазий, и оно гласит, что ни одно одеяние из обрядов паломничества не нуждается в намерении, кроме обхода, так как обход – это молитва, а молитва нуждается в намерении. Верное, если пожелает Аллах, и очевидное мнение – самое первое. И это мнение большинства ученых. Шейх Ибн Усимин, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, Это важный вопрос. Человек намеревается в начале поклонения. И желательно помнить о намерении и вспоминать его во время каждого действия молитвы. Лучше, чтобы намерение сопровождало каждую часть деяния. Это лучше. Если же во время молитвы намерение было забыто, то влияет ли это на верность молитвы или нет? Нет, не влияет. Ты остаешься на своем первом намерении. Из этого вопроса многие ученые, среди которых шейх Мухаммад Ищенкит и Рахматуллахи Алей, сделали вывод, что ни для обхода, ни для ритуального бега не обязательно наличие намерения. Так как обход и бег являются частью поклонения. Как не делаешь ты намерения совершить поясной или земной поклон в молитве и обходишься только общим намерением совершить молитву, так и во время обхода, бега и остальных частей паломничества ты обходишься одним намерением для паломничества, сказав, вот я перед тобой для совершения малого паломничества в Мекате. Ты уже вознамерился совершить все обряды малого паломничества. В этом облегчение для людей. Многие люди, особенно когда людей много, есть давка, входят в заповедную мечеть и начинают обход, забывая, имели они намерение совершить обход для умры или любой другой обход. Если мы скажем, что обход и ритуальный бег похожи на поясной и земной поклоны в молитве, и что общее намерение включает в себя и их, то в этом будет облегчение для людей. Это мнение многих ученых, и это мнение выбираем и мы. Ведь и в самом деле многие люди изумляются, войдя в заповедную мечеть и увидев множество людей. Они намереваются совершить обход, но не оговаривают для хаджа он или для умры. Но совершить обход они имеют намерение, так как они пришли для его совершения и совершают его. Таким образом, ваш обход верен и нет необходимости совершать его вновь. Если то, что произошло с вами, только сомнения после окончания поклонения, то не принимайте их в расчет, так как сомнению после завершения поклонения значение не придается. Все это лишь научение шайтана. Аллах знает лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...